Масоны Что это за таинственные существа? Сколько о них ходит слухов, сплетен, мифов и легенд, сколько написано книг и снято фильмов. Что это? Тайное общество? Мировое правительство? Клуб по интересам? К масонам причисляют великих ученых, например, Исаака Ньютона, гениальных композиторов Моцарта и Листа, знаменитых писателей Киплинга, Конан Дойля и многих-многих других. Членов королевских семей, художников, банкиров, актеров, революционеров. Масоны свергали правителей и совершали перевороты. Восстание декабристов, Великой Французской революции, Октябрьская революция, война за независимость Соединенных Штатов. Все это, как принято считать, дело их рук. О них говорят, что это они, архитекторы и строители величественных готических соборов. Загадочный писатель по имени Фулканелли сообщает, что в формах и архитектуре этих соборов зашифрованы тайны мироздания. Кто же, кроме них, мог это сделать? Сами себя они называют вольные каменщики. Пожалуй, самыми известными символами масонского общества являются строительный мастерок, циркуль, отвес. Около алтаря в храмах масонов лежат два камня, обработанные и необработанные. Это тоже символ. Символ познания и строительства храма в себе. Что еще известно всем? Многое? Ну, например, что знаками масонов являются и пентаграмма, красная пятиконечная звезда, и магендавит, шестиконечная звезда. И это задолго до появления государственной символики СССР и Израиля. Да, девиз вольных каменщиков. Свобода, равенство, братство. На современной долларовой купюре изображены все символы масонства, а все президенты США были масонами. Ну, или почти все. Кроме того, всем известно, что общество это тайное, себе никого не пускает. И под сводами своих закрытых храмов вершит удивительные дела, о которых простым людям не стоит даже пытаться узнать. Эти знания могут оказаться смертельно опасными для непосвященных. Версии происхождения общества вольных каменщиков несколько. Одни говорят, что появились они в этом мире еще при египетских фараонах тысячи лет назад. Другие считают, что это случилось чуть позднее, при царе Соломоне. Или еще чуть позднее, в средневековой Шотландии. Или уж весьма обозримое время в начале 18 века в Англии. Сами масоны загадочно улыбаются, стараясь не спорить по поводу версий своего появления. И этим окончательно сбивают с толку любознательных зевак. В масонерии существует ряд различных обрядов. Шотландский, английский, голландский, французский. Параллельно существуют и разнообразные парамасонские организации. Такие, как Ротари-клуб или Клуб Львов. Они спокойно живут и работают в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция и многие-многие другие. Почти во всех мифах присутствует упоминание об Израиле, как колыбели масонства. Земля обетованная, мать не только основных мировых религий, но и родина мифического масонства. Возможно, это метафора, а не название государства в нынешнем понимании этого слова. Вряд ли можно считать современный Израиль, совсем молодое государство, родиной тех самых легендарных масонов. Но, так как сегодня общепринято все истоки искать там, в земле, текущей молоком и медом, попробуем рассмотреть и эту версию. Кажется, чего проще – просить у самих масонов. Где же истина? Правда, в России вы не найдете офиса, на дверях которого написаны «Масоны», однако кое-что интересное в Москве все же есть. Мы находимся в самом центре Москвы, на Старом Арбате. Один из этих переулков называется Гагаринский переулок. Гагаринский переулок – это не в честь первого космонавта Юрия Гагарина, а в честь Петра Гагарина, великого князя. Чем же он вошел в историю, кроме того, что его именем назван этот переулок в центре Москвы? Он был одним из ведущих масонов, тем, кто привел масонство в Россию. И вот какой парадоксальный случай происходит в истории нашего города. После того, как все улицы Москвы были переименованы после Великой Арктической Российской революции, этому переулку дали новое название. И новое название звучало так – улица Рылеева. Но парадоксальный заключается в том, что Рылеев тоже был один из ведущих масонов и возглавлял масонскую организацию, которая готовила восстание декабристов. После прихода к власти демократов, этому переулку опять вернули старое имя – переулок Гагаринский. В этом переулке стоит здание под номером 11, о котором мы упоминали не раз. Что же это за здание? То, что в нем находится сейчас, остается загадкой, потому что вывески на нем нет. В принципе, никогда и не было. А вот до революции в этом здании была московская ложа вольных каменщиков или масонская ложа. На здании можно увидеть те самые знаменитые масонские символы, а даже номер этого здания несет определенный смысл. Цифра 11. Цифра каббалистическая является половиной от 22 букв алфавита иврита, на котором написана вся кабала, на котором строится вообще вся кабала знания каббалистической цифр и букв. Символ над порталом этого здания, символика сама, говорит конкретно и четко о том, что это здание принадлежит вольным каменщикам. Мы можем увидеть тот самый знаменитый треугольник масонский, наугольник, как его называют. Символы строителей. Лопату, молоток, обушок, так скажем, кайло такое. Топор. Топор – это странный символ, мало встречающийся в масонстве. Он, по всей видимости, является символом конкретной ложи. Конкретной ложи. Такой же символ, топор, был у масонских лож декабристов. Они призывали Россию к топору. Знаменитое вот это выражение – призывать Россию к топору. На фронтонах здания и на фронтонах окон мы видим знаменитую ракушку. Это называется раковина Сантьяго или Святого Яга. Люди, знакомые с символикой Средневековья, знают, был такой знаменитый путь Сантьяго. Ну, о нем написал Дэн Браун в своем Коте да Винчи. Ренле Шато, путь Приора в Сиона. Так вот, путь Сантьяго – это путь Святого Яга. Он отмечен раковинами. Вот эти вот раковины говорят о том, что здесь часть этой ложи относилась к пути Святого Яга. Последний символ, который можно увидеть над этим зданием – это грифон. Тот самый знаменитый грифон, который является, по сути дела, опять же, не просто символом, а гербов, тех самых Приоров Сиона. Тех самых Приоров Сиона, о которых говорил Дэн Браун. Что означает этот символ? Что означает этот герб? Первый великий магистр Приоров Сиона, когда он принял этот герб грифона, он говорил так. Орел – царь птиц, и крылья у грифона орлинные. Лев – царь зверей, и тело у грифона львиное. А мы будем править людьми при помощи золота. В настоящий момент во дворе дома, да и в самом доме, идет ремонт. Что будет в этом доме после ремонта, мы не можем сказать. Однако дом возрождается так же, как возрождается масонство в России и в Москве. Количество ложь масонских в Москве и в России множится. Может быть, в этом доме опять будет центральная московская ложь. Итак, колыбелью масонства многие считают святую землю – современный Израиль. Вот земля обетованная. За спиной теплое синее Средиземное море. Справа – неприступная цитадель древней Яфы, а слева – белые небоскребы Тель-Авива. Масонство в Израиле так же разнообразное и различное, как и все в Израиле. В чем же дело? Дело в том, что Израиль – это многолиткая страна, многолитая, многонациональная, многорелигиозная. В соответствии масонство в Израиле состоит из арабов, евреев, франко-говорящих, немецко-говорящих, англо-говорящих, румыно-говорящих и много-много-много разноговорящих братьев. Масонство в Израиле разнообразное по своему историческому прошлому. Разница между историческим масонством и масонством современным, масонством реальным и масонством историческим, так же велико, как разница между, ну скажем, старым Яфой и новым Тель-Авивом. Настоящее реальное масонство, о котором можно говорить, что оно действительно есть и было в Израиле, это то масонство, которое зародилось здесь, в Старом Яфе. В Старом Яфе, когда приехали сюда французские инженеры строить дорогу Яфа-Израиль, впервые была создана первая масонская ложа. Первая масонская ложа носила символическое название. Она называлась Порт, Ворота, Храм. Почему же так называлась первая масонская ложа? Масоны ведут свою историю о тех строителей храма, которые строили храм Соломона. Храм Соломона, который находится в Иерусалиме, в Святом Городе, на храмовой горе. Для масонов он так до сих пор и находится, потому что храм масонский, это не храм в камне, в дереве, в металле, в бетоне, а это храм в душе. Поэтому храм Соломона для них так и остался не разрушенным, потому что он не разрушен в их душе. А Яфа, как и нынешний Яфа, является портом к воротам этого храма. Портом, в который приходили всегда корабли по Средиземному морю, как в далекий исторический период во времена Соломона, так и в нынешнее время. Поэтому и первая реальная ложа Израиля родилась в Яфе. Здесь, в Яфе, началась история реального современного масонства Израиля. Ему недавно исполнилось 50 лет. В настоящее время Великая Ложа Израиля насчитывает в своем составе 83 масонские ложи, так сказать, регионального уровня. Но начиналось все здесь. Старые узкие улочки Яфа. Сколько они помнят всего. Кто только не ступал по этим камням. И пираты, и строители великого храма Соломона, вольные каменщики, и турки, и даже знаменитая Великая Армия Великого Наполеона шагала по этим улицам, отбивая мерный шаг под удар французских барабанов. В древней улочке этой морской крепости хранят много исторических тайн. Одной из них является тайна создания первых масонских лож. Если говорить о тех камнях, которые помнят Соломона, архитектора Хирама и тех самых первых масонов легендарных, которые подвозили ливанские кедры сюда, в Яфа, то, наверное, эти камни здесь. Вот мы опираемся сейчас на них, на эти самые камни, которые помнят Соломона. Если присмотреться, то вы увидите, что мы сидим ниже уровня земли. Мы сидим на той глубине, которая скрыла следы той самой старой Яфы. Того самого старого порта, из которого шли грузы к знаменитому царю Соломону. Может быть, эти камни помнят первых вольных каменщиков. Может быть, эти камни помнят первые обеты, первые посвящения масонские, которые, как нам кажется, даже не совпадают с нынешними посвящениями братьев. Но одно объединяет их. Те вольные каменщики знали секреты гармонии, секреты золотого сечения. И нынешние вольные каменщики ищут эти секреты. Те вольные каменщики умели слышать музыку сфер. И последующие их братья умели эту музыку не только слышать, но и вкладывать в те самые ноты, в те самые музыкальные инструменты, которые, как говорят легенды, принадлежат их рукам. Это великолепная музыка Моцарта. Это руки Страдивари, сделавшие знаменитую скрипку. Это руки Паганины, извлекавшие из этой скрипки совершенно удивительные звуки. Говорят, скрипка может заставить человека сойти с ума, потому что в ней музыка тех небесных сфер, которые непонятно пока еще никому. Масонский храм открылся в Яфе в начале 20 века. Местом его стал Говард-отель. Владельцем которого был Александр Говард, активный масон и один из главных строителей Яфы. Говард был богатым человеком. Он владел гостиницами во многих городах Израиля. Вот его дом под номером 15 на улице Говарда. Здание это стоит до сих пор. Интограммами под крышей, как и тогда, при старом владельце. Правда, без стекол в окнах и прежнего великолепия. Улица, однако, подверглась двум небольшим изменениям. Она теперь называется улица Яфет. При этом в обоих концах улицы есть специальные мемориальные доски, на которых написано «Овард-стрит». Еще на ней появились, сияя свежестью и белизной, две новые колонны. Такие же, как были в первом масонском храме. Только больше, значительно больше. Символ масонства – две колонны. Колонны бывшего храма Соломона. Колонны, обозначающие практически все в этом мире. Землю и космос, хаос и порядок, разруху и созидание. Две колонны храма. Две колонны, которые поддерживали свод величественного храма Соломона там, на Храмовой горе. Того храма, который построил первый вольный каменщик Хирам. Именно от него ведет свое родословное, знаменитое, израильское масонство. Можно сказать, что масонство Израиля выросло, как волшебное дерево, без корней, из первого яйца, из философии мира. Великое ложе Израиля так и обосновалось здесь, на берегу Средиземного моря. Но не в Яфе, а в Тель-Авиве. Вот здесь действительно есть табличка на двери, извещающая на двух языках, что за этой дверью размещается офис масонов. На фронтоне здания, под развивающимся государственным флагом, большими буквами написано «Масон-Холл». В небольшом помещении размещаются музеи, библиотека и храм Великой Ложи. Без особых трудов мы получили разрешение осмотреть все в сопровождении экскурсовода, прекрасно говорящего на русском языке, что, впрочем, для Израиля не в диковинку. Музей этот небольшой, он весь наполнен символикой, которую профанам, то есть не масонам, понять и правильно интерпретировать практически невозможно. У дверей нас встречает манекен, облаченный в полную форму действующего масона. Но слово не ему, а нашему гиду. Мы находимся в музее Великой Ложи государства Израиля. В прошлом году Великой Ложи государства исполнилось 50 лет, то есть ложа была основана в 1953 году. В музее одна из наиболее выдающихся экспозиций – это регалии первого Великого Мастера Ложи. Мы здесь видим фартук, мы здесь видим колор, это то, что одевается на шее, и здесь мы видим его на рукавнике. Также в музее мы можем видеть подарки. Дело в том, что Великая Ложа государства Израиль признана всеми великими ложами всех государств. И естественно, когда сюда приезжают гости, они привозят разнообразные подарки, связанные с масонской тематикой. У нас можно увидеть богатейшую коллекцию разных фартуков, которые используются в различных масонских обрядах. У нас можно увидеть коллекцию того, что называется масонской фурнитурой, то есть предметов, которые используются в масонских обрядах. Музей Великой Ложи, если вы сейчас его посмотрите, вы увидите, что здесь есть очень богатая коллекция. О некоторых частях этой коллекции я вам сейчас и расскажу. Масонский фартук или запон. Наиболее значимым атрибутом масонских регалий является фартук из овечьей шкуры или шкуры ягненка. В ритуале первой, низшей степени, он вручается инициируемому словами. Это символ невинности более древней, нежели золотое руно. Или римский орел, более почитаемый, нежели звезда. Или любое другое, что может быть даровано вам. Музей Великой Ложи, который может быть даровано вам. Всевидящее око на голубом мазке передника символизирует солнце на небе, око вселенной. В древних мистериях эта эмблема – образ божества. Великий архетип света. Здесь мы видим самые различные образцы фартуков, которые используются разными масонскими степенями, разными масонскими должностями и при различных обрядах. Вот, например, перед нами я вижу, что это подарок. Это фартук, который принадлежит пастмастеру. То есть человеку, который в прошлый год, в прошлый сезон, занимал пост мастера стула, главы Ложи. В этом году он является как бы носище Акадам, предыдущим президентом, и помогает нынешнему руководителю, нынешнему мастеру стула Ложи проводить работы. Это еще один такой фартук. Вот мы видим здесь разнообразие, потому что масонство, так сказать, это не армия. Есть очень большое разнообразие фартуков, большое разнообразие различных масонских одежд. Вот это перед нами фартук, который практически может использоваться любым масоном. Тут просто он гладкий, на нем только масонская символика. Добавляется, может быть, добавлено еще несколько знаков. В том случае, если фартук будет одевать этот ученик, подмастерия или мастер. Старинный фартук из Калькутты, 1924 года. Этому фартуку 80 лет. Обратите внимание, он сделан из кожи ягненка. Как того требует масонский закон? Сегодня редко у кого мы можем увидеть такие фартуки, потому что ягнячая кожа, она дорогая. Обычно делают из ткани, из более дешевых материалов. Но здесь настоящий старинный фартук. Тоже вот такой вот подарок, да, подарили нам из Африки. Обратите внимание, он красного цвета уже. Значит, все принадлежат одной из красных лож. Рисунок, который изображает двух кенгуру, очевидно. Трудно понять, что это такое. Рисунок не является стандартным. Опять вот мы видим подарок из Лондона. У нас есть тесные связи с материнской ложей Англии. Это, как сказать, ложа, которая дает полномочия всем остальным ложам в мире. Она называется «Мать ложа». Вот подарок из Лондонской ложи, фартук пастмастер. Кроме фартука, в экипировку масонского брата входит нагрудная лента или кордон. Предназначена она для ношения талисмана, геральдических атрибутов. В сложенном виде она должна иметь треугольную форму. В Израиле действует шотландский обряд и обряд Ковалевской арки. Самая высшая степень, которую может достичь в Израиле, это 33-я. И вот сейчас перед нами очень редкая, практически уникальная вещь. Людей 33-й степени посвящения в Израиле можно отыскать единицы. И перед нами перевязь, которая полагается по обряду 33-й степени. Кроме этого, еще ряд уже известных нам масонских символов. Отличительная черта масонов придавать символическое значение строительным инструментам. Классическим примером является масонский молоток. Молоток – обыкновенный инструмент, употребляемый каменщиками для обтесывания камней. Но мы, современные свободные масоны, научены использовать его для более благородных и славных целей. Для обтесывания наших сердец и нашей жизни от всех пороков. Сразу после посвящения в Кишиневскую масонскую ложу Овидий, Александр Пушкин писал о ее руководителе, генеральной Пущине. И скоро, скоро смолкнет брань среди рабского народа. Ты молоток возьмешь во длань и вызовешь свобода. Квалю тебя, о верный брат, о каменщик почтенный. Когда я занимался организацией похорон одного своего брата, я с удивлением обнаружил, что большинство музыкальных произведений, которые используются в масонских ритуалах, написаны Моцартом. Мы широко используем его музыкальные шедевры в своих церемониальных обрядах. Сейчас мы находимся в месте, куда вообще никогда никого, кроме самих масонов, не пускают. Мы находимся в темпле, в храме Великой Ложи Израиля. Итак, перед нами алтарь. На этом алтаре во время работы возлагают Святое Писание. Здесь лежит Танах, то есть Ветхий Завет в оригинале на иврите. Поскольку Израиль – это святая земля для трех религий, также здесь возлагается Коран, также в оригинале на арабском языке, и здесь возлагается Новый Завет. Перед нами кресло Великого Магистра Великой Ложи Израиля. С левой руки от него сидит бывший Великий Магистра Великой Ложи Израиля, который во время работы должен оказывать ему помощь, если таковая понадобится. Здесь также мы можем видеть места для офицеров Ложи, мы здесь видим место для церевания мейстера, вот его посох, и здесь, наконец, мы видим две колонны, которые символизируют вход в Иерусалимский храм. Обратите внимание, пол масонской Ложи, он составлен из черно-белых подаватиков. Существует легенда, что точно такой пол был в Иерусалимском храме. Возле трона Великого Мастера расположены два камня. Помните, что масоны, они связаны с профессией каменщика. На иврите они даже называются баная-хавши, как бы свободные строители. Мы видим обработанный гладкий камень, и мы видим необработанный дикий камень. Обратите внимание, что у Великой Ложи Израиля оба эти камня – это Иерусалимский камень, светлый песчаник, из которого сделаны все здания в Иерусалиме. Вход в масонский храм символически обращен на запад. У входа две колонны – Би и Джей. Колонна Би – Буаз, утвержденной силой. Слева – ниже. Колонна Джей, утвержденной Богом, справа – выше. Символические колонны напоминают исписанные иероглифами обелиски, которые возвышались перед египетскими храмами. Это две колонны Геркулеса, между которыми индивидуальность человека умирает. Масонский ритуал посвящения включает в себя предупреждение кандидату перед входом в храм. Если ты держишься за человеческие отличия – уходи. Здесь их нет. Северная колонна также символизирует разрушение, первозданный хаос. Южное – созидание, упорядоченность, систему. Один из главных символов в храме – циркуль и наугольник. В масонской эмблеме циркуль изображает небесный свод, а наугольник – землю. Земля – место, где человек выполняет свою работу. А небо символически связано с местом, где чертит свой план великий архитектор Вселенной. И, конечно же, пятиконечная звезда. Вернее, не звезда, а пентаграмма. Так будет правильно. Это один из самых распространенных символов. Возможно, один из самых древних знаков у человечества вообще. В разные времена и у разных народов он имел разные значения. К христианству он не имеет ни малейшего отношения. Пифагор называл этот символ Пент-Альфа. Кельтские жрецы – стопой ведуньи. В Средневековье этот знак был известен как крест домового. В разных традициях пентаграмма может представлять и пять человеческих чувств, и мужское, и женское начало. У друидов это был знак их верховного бога. Павелоняне использовали этот символ как магический брелок, евреи – как пять мозаичных книг, имея в виду пятикнижие. Масоны используют эмблему пятиконечной звезды с еврейской согласно «йод», первой согласно еврейского слова, означающего «господь». Масоны так объясняют ее значение. Блестящая пятиконечная звезда представляет великий центральный свет, которому поклоняются многие нации. А буква, окруженная величием, – это еврейское начало имени великого источника света, бога истинного, которому служат все масоны. В 1978 году в Загребе вышла книга югославского автора Драгоша Калавича «Конец свободы», в которой содержится любопытное описание графического содержания однодолларовой купюры США. На купюре в один доллар привлекает внимание назойливое повторение числа 13, которое в каббалистической символике означает 13 степеней посвящения и эволюции. В левом углу купюры, над надписью «The Great Seal» – «Великая печать», стоит масонская пирамида из 13 ступеней. В самой пирамиде кирпичи символизируют единство всех денег в мире, упорядоченных в иерархии, которую определяет верх пирамиды. Цветящийся масонский треугольник с оком великого архитектора Вселенной. Выровненная пирамида – символ мирового порядка, который установили вольные каменщики. Она выражает идею о том, что масонству предопределена роль элиты, правящего клана, которому будет передано все имущество и все ценности прочих народов. Лозунг «Новый мировой порядок» недвусмысленно намекает на установление нового порядка во Всемирной империи под гегемонией доллара. На правой стороне купюры американский орел держит щит с 13 полосами, а в правой лапе – ветку акации с 13 листьями и 13 цветами. В левой – символ войны, пучок из 13 стрел. «Люви орла» – лента с традиционным масонским лозунгом, опять-таки из 13 букв. Единство в многообразии. Над орлом парит шестиконечная звезда Давида, составленная из 13 масонских пентаграмм пятиконечных звезд. Однодолларовая купюра была введена в обращение во времена президентства Франклина Рузвельта в конце 30-х годов по инициативе его вице-президента, известного масона Генри Уоллеса. Дизайнером же, создавшим столь неповторимый облик доллара, стал русский эмигрант Сергей Макроновский. А как же все-таки сама легенда о том, что масоны строили храм Соломону? Легенда она и есть легенда. Чем она красивей, тем дольше живет. Брат Алекс рассказывал нам о древнем городе Иерусалиме. О подземном масонском храме под Храмовой горой, который, если не старше стоявшей на ней мечети Амара, то уж точно ее современник. О том, как рождались за этими стенами легендарные ордена рыцарей, давшие начало ордену вольных каменщиков, как называют себя масоны. Самая древняя легенда возводит начало масонства к строительству первого храма Соломона. Вроде бы он стоял здесь, на Храмовой горе. Однако и этот устоявшийся миф брат Алекс опроверг сразу. За нами находятся раскопки дома времен первого храма. В этом доме нашли яму для воды. И когда пробили дно этой ямы для воды, увидели, что внизу находятся камни первого Иерусалима. Первого Иерусалима, где был царем Малхицедек Мелетшолом. Малхицедек – царь Солимский. Один из важнейших персонажей масонсов. Вот как. Задолго до Соломона и его храма. Но что же вольные каменщики, которые строили его? Как же храм на скале, его подземные тайны? Скала, на которой стоит Иерусалим, вся усеяна подземными ходами. Многие из которых ведут к Храмовой горе. Когда войска на Богатнецова окружили Иерусалим, из первого храма была вынесена главная святыня иудаизма и позднее масонства. Ковчег Завета, в котором находились скрижали Моисея. Перед нами находится один из колодцев, которые ведут возветвленную подземную сеть Иерусалима. Один из крупнейших израильских лавидов, всю свою жизнь посвятивший поиску Ковчега Завета, был членом масонской веры. Уходит, что атрибуты Соломонового храма являются символами масонов. Символика масонства во многом связана с символикой Иерусалимского храма. В Израиле существует институт, так называемый Махон Мигдаш, который изготавляет предметы утвари для будущего Иерусалимского храма. И в Иерусалиме вы можете увидеть даже настоящую золотую минору. Гигантский семисвечник, выполненный из чистого золота. Тот, кто немножко знаком с масонской символикой, сможет увидеть, что велкняя часть минувы, она служит как бы символом для внутреннего парамасонского ордена филолетов, ордена исследователей масонства. Но есть и другая версия зарождения масонства. Нагласно ей, масонерия происходит от легендарных военно-монашеских орденов Средневековья. Всего крестоносцами было основано четыре ордена, хотя многие называют три. Не все называют орден Сиона, но всем известен орден тамплееров. Сейчас мы посмотрим место, где он зародился. Известен орден Иоаннитов, или Мальтийский орден, и Тевтонский орден. Тевтонский орден принимали исключительно немцев, и он был предназначен для защиты немецких паломников. Сейчас мы находимся в так называемом дворике крестоносцев, которые находятся при госпитале Святой Марии Тевтонской. Все это место принадлежало Тевтонскому ордену. Тевтонский орден был чрезвычайно закрыт и по национальному признаку, и по идеологическому, по религиозному признаку. Тевтонцев неоднократно обвиняли в использовании черной магии, но доказать никогда ничего так и не удавалось. Итак, первый орден Тевтонский. Мы находимся в помещении госпиталя Святой Марии Тевтонской. Именно здесь был основан Тевтонский рыцарский орден. Надо сказать, что символика тевтонцев широко используется в высших степенях масонства шотландского обряда. Однако, надо сказать, что никакой видимой связи между Тевтонским орденом и масонством нет. Явной связи между масонами и черными магами нет. Но ведь есть еще не менее интересный орден Сиона. Мы с вами находимся возле Сионских ворот, внутри Старого города. В 1099 году к этим воротам снаружи подошли крестоносцы. В ожидании штурма Иерусалима руководство крестоносцев основало орден Сиона – Сионский приорад. На базе его потом выросли и орден топлеров, и другие рыцарские ордена. И в конце концов, из этих орденов и возникло масонство. На месте вот этой церкви в 1999 году стоял шотер, в котором собрались лидеры крестового похода. И там они создали орден Сиона – Сионский приорад. Или, как он еще называется, Ноттердам де Сион – орден нашей госпожи Сионе. При этом под нашей госпожой имеется в виду не мать Йошуа, а его супруга Мария Магдалина. В руководство ордена вошли Готвейн Бульонский, его младший брат Болдуин, который стал первым королем Иерусалима, Болдуином Иерусалимским. Они считались легендарными потомками Йошуа и, следовательно, царей Давида и Соломона – законными владельцами Святой Земли. Выходит, что организаторы ордена Сиона считали себя потомками Иисуса Христа. А что же тамплиеры? Дворец ордена тамплиеров, название тамплиеры произошло от латинского тампль – храм. Находился на храмовой горе, на том месте, где сейчас находится Кипат Асела – купол над скалой. Обратите внимание, что то место, которое называется конюшнами Соломона, сейчас арабы там сделали мечети, на самом деле являлось конюшнами тамплиеров. Естественно, царь Соломон никогда не стал выдержать коней в таком святом месте, как Иерусалимский храм. Тамплиеры много лет прожили в этом дворце. Они делали раскопки. И легенда утверждает, что тамплиерам удалось найти некоторые предметы, относящиеся к Иерусалимскому храму. Когда мы с вами говорили о подземных ходах в скале, на которой находится Иерусалим, я говорил уже о том, что именно в этой скале, в тайниках, могут находиться святые вещи Иерусалимского храма. Считается, что некоторые из них могли найти рыцарей ордена тамплиеров. И, соответственно, потом эти предметы могли быть переданы масонскому храму. То есть тамплиеры нашли некую святыню и передали масонам, как своим наследникам. Легенда, легенда, легенда. Но что же доподлинно известно об истории масонства на этой земле и на этой храмовой горе? История масонства на святой земле начинается в 19 веке. В 1872 году брат Ворон, лейтенант английской армии, начал впервые в новом времени раскопки Иерусалимского храма. Его раскопки и продолжение этих раскопок находятся сейчас вот за той дальней дверью. Нашел ли он что-нибудь во время этих раскопок, неизвестно. Однако в 1873 году на святой земле была создана иовая масонская дружба. Мы встретились с масонами в Израиле. Побывали в храмах, в Великой Ложе. Поговорили со многими из них. Задали интересовавшие нас вопросы, получили ответы. Решать вам, кто они, загадочные масоны? Мировое правительство или клуб по интересам? Редактор субтитров А.Семкин